Здравствуйте, друзья! КХЛТВ приглашает вас в Прагу! Итак, Билл Томас 9, 22 Мэп Мёрли, 18 Джонатан Чичу, капитан команды Защитники, 6 Марк Попович, 23 Саша Мартинович, и первая шайба в оборотах! Поздравление принимает капитан пражской команды Иржиноватная! Вот так вот доволен Карри Яланин, будущий наставник сборной команды Финляндии. И, ну что ж, вот так вот, очень быстрый гол. Еще минуты не отыграли команды. Допьякова, третий, 24-й район Уберн, это третий пара защитников Льва. И состав по номер 4, еще один опасный момент, мечется шайба и накрывает ее все-таки Марк Деканич. В последний момент увидел, что отскочила она. Если смотреть статистику последней игры команды в регулярном чемпионате, Шар Ленгле, и второй после чего она там на Чичу-Чичу, 6 бросок, фу. Ох, какой гол классный! Как касание разыграли эту шайбу гости. Ну и вот это звено Ленгле в веске Элисон. Самая результативная тройка нападения, на которую делают ставку в клубе, на которую буквально молятся болельщики команды, приносит первую заброшенную шайбу. Мартин Шевц, Капанен. Никого на дальней штанге не было, вот только сейчас просит шайбу и получает передачу хоккеист. Два-один. Лев выходит вперед, но вот и первое большинство. Джастин Аземеда. Второе очко набирает в этом матче. Был ближний угол ворот Деканича. Тот чуть выкатился вперед, видимо, на бросок Шевца. Опасный момент. И... Петр Врана упускает сейчас с возможностью. Прессинг, прессинг в чужой зоне. Очень высоко играют хоккеисты Медвежчака. Едва атака схода не получилась у хозяев. Ульстрим делал передачу на Новотного. Сейчас Новотный просит пас. Получает, бросает, но не сумел переиграть Марка Деканича. Канадец выручает свою команду. Еще один бросок. Вновь Деканич. Билл Томас. Девятый номер на Фостера. Мерли. И бросок Фостера. Вот это да. Вот о чем я и говорил. Об убойном броске этого хоккеиста Кертис Фостер. Сравнивает счет в матче. Что называется, бросил от души. Марк Катич. Девятый номер. Наносил этот бросок. Свистят болельщики. Катич. Бросок поворотом. Такое впечатление, что не тигры. А мы смотрим атаку Катича. Бросок и вот добивание. Как же здорово здесь играет Петри Веханин. Видимо на повторе, что статистика второго периода. 11-6. Почти что двукратное преимущество по броскам. В пользу Медвежчака. На вбрасываниях они тоже были лучше. 13 против 12. Дюконич пускает шайбу в свои ворота. Глазный бросок. И 3-2. Лев выходит вперед. Уже в третий раз в этом матче Петер Врана. Во втором периоде у него был великолепный момент. В самом начале, когда не смог он попасть в пустой угловорот практически. Ну а сейчас какой мощный бросок вверхом в дальний угол. Бросок поворотом. Дюконич отбивает эту шайбу. Михал Жепик. 26-й номер. Бросок поворотом. И ближний угол направлял шайбу 26-й номер. Но Дюконич свою команду выручает. Ну что, удалось в самом начале третьего периода Льву вернуть свою игру, которую команда показывала в первом периоде. Продолжает настойчиво атаковать. И Мартин Торнберг забивает четвертую шайбу. 4-2. Доволен Карри Яланин. Хорошо ему знакомый Мартин Торнберг, с которым они вместе работали еще в чемпионате Швеции. В Элицерии. В Нижегородском Торпедо. Марий Браст и Марк Дюконич уступают вратарской линии. Льва, Веханин, Энгрен. Но все-таки Ульстрем. Передача под бросок. В штангу попадает шайба. Дюконич пока на своем рабочем месте. Не такая уж и длинная скамейка у Медвежчак. Вот опасный момент. И третья шайба в воротах Петри Веханина. Удается отличиться Мэтту Мерли. 4-3. Ну что, вот сейчас, я думаю, начнется самое интересное. Со стороны команды хозяев. Не удается выбросить шайбу из зоны. Бросок в поворот. Там наносит Кертис Фостер. Еще один бросок. Веханин выручает свою команду. Спокойно сделать это не получилось. Пришлось поволноваться болельщикам. И все-таки, все-таки Лев одерживает победу. В первом матче противостояние против Медвежчака со счетом 4-3.